А теперь о том, без чего нельзя в России представить 9 мая. Парад на Красной площади. Те, кого называют наследниками Победы, приветствовали фронтовиков, самых почетных гостей не только на трибунах. Репортаж Антона Верницкого. Рассказ о сегодняшнем параде будет неполным, если мы не покажем кадры его окончания. Вот так аплодисментами нынешние солдаты, которые только-только прошли парадным строем по брусчатке, провожали с Красной площади ветеранов. Тех, кто встречал парадные коробки, стоя по-военному, четко приветствуя нынешних защитников Отечества. Разные поколения, разные судьбы. Родина одна. Парад! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Ровно в 10 утра по многолетней традиции на Красной площади появляется знамя Победы. То, что над Эйхстагом в 45-м водрузили Егоров и Кантарий. В строю 10 тысяч военнослужащих, всех родов войск. Причем войска Воздушно-космических сил, образованные в августе прошлого года после слияния ВВС и войск космической обороны, и Национальная гвардия, указ о создании которой президент подписал чуть больше месяца назад, в апреле 2016-го, в параде участвовали впервые. На трибунах ветераны войны. Самые почетные гости этого священного для нашей страны праздника. 9 мая – это и государственный, и очень личный, семейный праздник. Он стал символом священного родства России и ее народа. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами. Объявляю минуту умолчания. Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасали, отступили многие страны. Именно советский народ принес свободу другим народам. Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие. За миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле. Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе. Что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные эстарданты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной. И с честью защищают интересы Родины. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! 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 На вне ней направо! Шагом марш! Традиционно началось шествие с юных барабанщиков Московского военно-музыкального училища и роты почетного караула. А следом изюминка этого парада. Впервые в нем участвовали женщины-военнослужащие в белом. Журналисты на трибунах даже заспорили. Вроде бы раньше женская военная парадная форма была синей. Впрочем, курсанткам военного университета и Вольского военного института материального обеспечения белое к лицу. Как и сапоги. А вернее, сапожки на высоком каблуке. Подготовка к параду шла с начала марта. Репетиции в подмосковном Алабине, затем уже в Москве. В общей сложности участники парада прошли, наверное, больше сотни километров. Вместе с Владимиром Путиным за парадом на Красной площади наблюдал и приехавший в Москву президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А дальше на брусчатку Красной площади вышла техника. За последние годы мы привыкли к тому, что Министерство обороны всякий раз на 9 мая представляет новинки. Вспомните прошлогодний юбилейный парад к 70-летию Победы. Тогда впервые были показаны и танки на платформе «Армата», и наши новейшие бронетранспортеры и БМП. Сегодня новинки были, но в основном в парадном строю и в небе, и на брусчатке Красной площади была техника, которая получила боевое грещение во время антитеррористической операции в Сирии. Это и истребители Су-35, и проверенные штурмовики Су-25, и вертолеты, и наши танки Т-90, показавшие всему миру, что их система защиты от ракет подрывает эти ракеты еще на подлете. И комплексы ПВО С-400, и панцирь, защищающий прямо сейчас нашу авиабазу «Хмимим» в Сирии. Военные атташе с нескрываемым интересом фотографировали всю эту технику и перспективную «Армату», и бронеавтомобиль «Тигр» с новейшим пулеметным комплексом «Арбалет», принятым на вооружение. А вообще сегодня на Красной площади многие просили сфотографировать их на память. Но не у многих фотографом был министр обороны. Встретили мы на трибунах и известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Сразу два его оператора снимали лица ветеранов на трибунах. Ведь самому младшему участнику войны, которого мы увидели здесь, сегодня уже за 90. Насколько это важный день? Это, безусловно, важный день, и я испытываю чувство глубокого уважения. Но от интервью я воздержусь, если можно. Ветераны пришли сегодня на Красную площадь уже с правнуками. Евгений Андреевич Федосеев, воевавший на Ленинградском фронте, даже как-то смущается этого. Правнучка. Так точно. Она сама просит и рассказывает всем. Идет человек в первый класс. И мы радуемся, что они еще нас заставляют топать. 93 года, но, как видите, без палочки. Каждый день я хожу по 4-5 километров. Ничего себе. Поэтому, наверное, жив. В движении жизни. В 41-м году, в декабре месяце, призвался. И учился, в камышный танк в училище окончил. Три нас, в экипаже, трое. Трое сейчас еще? Не виделись еще с кем-то? Нет, уже их нет. Нет, нет своих. Их нет уже. Он и сейчас представляется по-боевому. Майор Журавлев. Хотя, конечно же, давно в отставке. Причем у Николая Ивановича из подмосковного Егоревска сегодня двойной праздник. 9 мая у него день рождения. Я эту войну, Великой Отечественной войне, начал с первой минуты в 6 часа утра и закончил 9 мая праздновать День Победы, когда мы овладели гордым Кенисбергом. День Победы для меня самый главный. Я никогда не думал о своем дне рождения. Мне основной было это победить врага. И они врага победили. И гордятся нынешним поколением. Поколением, которое помнит их подвиг. Помнит и никогда не забудет этот священный для нас день. День Победы. Антон Верницкий. Первый канал. Красная площадь.